Музыка Такой последний вопрос в завершении. Сейчас Ордак Розахмет работает над составлением карты. Мы планируем предложить внесение изменений в программу интенсивного садоводства истерия государственной программы, которая имеет 45 тысяч гектаров земли, до вылечения до 92 тысяч гектаров занято от интенсивного садоводства плодов и ягодной культуры. Мы хотим предложить карту пригодных зон для выращивания плодовых ягод, в том числе орехоплодных культур. Какие бы советы могли бы дать по орехоплодным культурам по территории Казахстана? Казахстан у нас очень много, у нас на сегодняшний день 8 пригодных зон и садопригодных зон. По орехоплодным культурам как правильно зонировать нам их? Сумма активных температур не менее 3000, безморозный период не менее 180 дней, абсолютный минимум не ниже 28 градусов. Почвы должны быть карбонатные или нейтральные почвы. Главное, чтобы багаж был от 6 до 8, значит не было подтопления, не было засоления. А теперь еще один вопрос. Я так проскальзывал на некоторые мысли. Орех не требует полива. У вас есть регионы, где 120, 150, 180 миллиметров осадков за год. Я, значит, говорю с ученым мерами, вы знаете, что такое транспирационное коэффициент. Это показатель, сколько единиц воды надо расходовать для производства единицы суховического вещества продукта. Для капусты это 120, для свеклы 510, для пшеницы 800, для подсолнечника 1800, для ореха это 2200. Дальше. Есть понятие коэффициента И, кто занимается орошением, гидрометеорологией, это понятие коэффициент эффективного использования влаги. Если у нас выпадает, скажем, ливень 40 миллиметров, часть уходит поверхностным стоком, часть попадает в почву и впитывается. Но, если почва чистая, это идет на растение. А если там сорняки, часть берут сорняки. Это тоже неэффективный сегмент. Дальше испарение. Если у вас агротехника не продумана, если почва забита, если восстановлен там, скажем, капиллярный мост между грунтовой водой и атмосферой, у вас будет не продуман расход влаги. И коэффициенты, может быть, 0,5-0,3. Упало у вас за год 200 миллиметров. При коэффициенте 0,3 это все 60 миллиметров. А что такое 60 миллиметров? Сколько это тонн воды на гектар? 60 миллиметров. Так, будем так говорить, чтобы легче было считать. 100 миллиметров. Сколько это литров на гектар? Так, а сколько это на квадратный метр? 100 миллиметров. Правда? С третьей попытки правильно. Значит, это у вас получается, значит, на гектар 600 кубов воды или 1000 кубов, скажем, при 100 миллиметрах. Значит, на этой влаге вы можете вырастить атранспирационный коэффициент для культуры. Это достаточно жесткий показатель, от которого никуда не убежишь. Ну, там плюс-минус, если у вас система, скажем, минерального питания сбалансирована, влага используется эффективно, а если не сбалансирована, тоже неэффективно. В лучшем случае вы можете выращивать 500 килограмм ореха. И не больше. А как он может никак не имеется? Вот, сейчас мы перейдем к этому вопросу. Поэтому у вас, для того, чтобы успешно выращивать орех, я слушал Викторию Занзи, это итальянец, это мудрый человек, который выращивает орех, имеет в своей плантации питомник. Он говорит, что я за период вегетации даю ежедневно 5 миллиметров влаги ореху. Ежедневно. Если в это время упал дождь, скажем, 40 миллиметров, он 4-8 дней не поливает. А период вегетации у них, ну, где-то в 200 дней. Он дает 10 тысяч кубов воды на гектар и получает 8 тонн ореха. Поэтому, если вы не дадите ореху 700 миллиметров, 200 выпало и 500 добавить, это 5 тысяч кубов на гектар, не 500, а 5 тысяч, значит, вы не получите 2 тонна ореха. Это надо понимать. Дальше. Дать эту воду, в принципе, вы, наверное, сможете. Но вот в Молдавии, например, мы этого не можем. Потому что в Молдавии вся вода минерализована. Молдавия находится территориально на дне бывшего Сарматского моря. И очень много соленосных слоев, соленосных глин. У нас вода соленая. Минерализация 2 грамма, 1,5 грамма, грамм и 2 десятых. Если делать полив такой, знаете, в экстремальных условиях, чтобы спасти растение от гибели, дать там 150-200 кубов, нормально. А дать 5000 кубов с минерализацией 1 грамм на литр. Сколько это получается? На гектар, на 5000 кубов. На литр? Грамм. Значит, на тону получается килограмм, да? А на 5000 тонн, 5 тонн соли вы даете за один год. И за 2-3 года выводите почву. Как вы ввели регионы, где выращивался, скажем, хлопок, рис и все прочее. Десятки, сотни тысяч гектаров, которые выведены из оборота сейчас. Их невозможно реабилитировать. Это будет у вас. Поэтому для орошения ореха должна использоваться вода с минерализацией 0,1-0,2. Горная вода. Вот это надо все учитывать. Ну, если горная вода. Поэтому пытаться создать здесь... Во-первых, надо подобрать регионы и территории, в которых, безусловно, больше за, чем против. Где надо корректировать меньше. Где надо вот факторов риска меньше. Есть факторы, скажем, по влаге. Значит, вам надо найти источник несоленой воды. А потом давать, как эту воду давать? Капельным орошением. Да, можно. А если сад суперинтенсивный, если там 8 на, скажем, на 4-8-6 посадок. Если у вас традиционная схема посадки. Расстояние большое. И вы дали здесь капельницы. Есть такое понятие. Фототропизм. Хемотропизм. Гидротропизм. Термотропизм. Это тропизм стремления. Стремление к теплу. Стремление к воде. Хемо-питанию. А вот вы, значит, посадили орех. 12 или 14 на 10. И поставили капельницу. С одной стороны дерево, с другой. На расстоянии метра. Корневая система у вас не будет осваивать все это пространство. Оно будет локализироваться вокруг капельницы. И все. И вы таким образом. Орех поливать только интенсивно можно. Таким образом. Потому что там междурядие. Значит, немало. И практически смачивается. С этой стороны будет смачивание. С той стороны. И зона будет смочена. Мы об этой грабли уже. И дальше. Самое, знаете, что в этом деле опасное? Самое опасное то, что у вас будет очень много советчиков. У вас будет советчик купить Чандлер, потому что он выдерживает 42 градуса. Его можно до Северного полярного круга. В Мурманске посадить. И они будут это доказывать. А когда вы не будете верить, они вас пригласят где-то на хорошую беседу. И дадут хороший откат. Когда поймут, кому надо давать откат. Который будет решать. И процесс пойдет. А потом уже они исчезнут. Останетесь вы. То, что обещали метеорологи. Я, например, когда на эти грабли наступал. Когда я посадил суперинтенсивный сад Яблони. Естественно, без орошения он не пойдет. Я поговорил с фирмой Эйк. Это еврейская, израильская фирма. Она базируется в Киеве. Но имеет филиал в Молдавии. Я созвонился. Говорит, привезите воду. У вас есть сотрудники орошения? Да, есть два пруда. Принесите. Говорит, давайте приедьте, возьмите сами. Как вы знаете? Нет, нет, вы привезите воду. Я не понял. Ну, хорошо. Как бутылка, ПЭТ на полтора литра пронумеровать на глубине? Значит, полтора метра надо взять воду. Хорошо. Отвез. Через две недели. Из Киева заключение. Вода. В аккумулятор заливать можно. Абсолютно без солей. Откуда эту воду взяли? Можно делать орошение. Я вкладываю серьезные деньги. Покупая не эти капельницы, а серьезные, итальянские, с компенсатором за 6 лей метр, не за пол лея. Значит, в станцию фильтрации посадил сад. Первый год. Второй год 8 тонн. На второй год 12. Потом 24 тонны яблок. Яблоки такие, что... А на пятый год, смотрю, начинают золотеть листья, начинают сыпаться яблоки. Там, где идет капельница, не почва, а мыло. Ослезненная такая, комплексованная, закомпактированная почва. Я надолбал там этих кусков, потом взял воды. Яду в АИК. 2,5 грамма соли, минерализация, сухого остатка из них, 1,2 натрий-флор. А почва выведена из строя, реабилитация где-то 12 лет. Говорю, откуда? А когда вы привозили, вода была хорошая. Ну вот и докажи. Если они объективно скажут, что в Молдавии нет воды для орошения, они должны собрать чемодан и уехать в Израиль. Поэтому у вас будет очень много советчиков, что это можно, что это капельное орошение, что это экономия и прочее, это все правильно. Но это ловушка для того, чтобы внедрить какую-то систему, забрать деньги, а потом... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова